Мне предложили стать членом жюри конкурса, который называется «Мой город-герой». Это конкурс, организованный депутатом ЗСК Михаилом Ковальком, меценатом и человеком, который с трепетом, любовью относится к нашему городу. Это патриотический конкурс, который организован с целью напомнить детям о подвиге людей, которые освободили наш город. Чем больше лет проходит после победы, тем более недосягаемой становится история. Я вот была на спектакле в нашем театре на Бескозырке, и там было много ребят, школьников, которые выступали как настоящие актеры на сцене. Нельзя прятать прошлое в чулан. Историю страны нельзя забыть. Год 43-й. Море и десант. Февраль и бой. Оборванная нить. Я думала о том, как это правильно, как это здорово, когда мы даем подросткам, детям, юношам, девушкам поучаствовать в этом, проникнуться, почувствовать. Потому что мурашки по коже шли, когда этот спектакль шел. В нашей стране нет ни одной семьи, которой бы не коснулась война. В моей семье тоже бабушка воевала. Она всю войну была фельдшером в санитарном поезде. Дедушка артиллеристом был. Это по одной стороне, по линии отца, а по линии мамы. Отец пропал без вести. И вот этот спектакль «Без козырка» в этом году, который я смотрела, подтолкнул меня написать стихотворение о без вести пропавших. Тот сиреневый май будет вечным для павших героев. Кто с войны не вернулся или без вести вовсе пропал, Их зовет млечный путь, и ковчег переполненный ноев. Все несет их туда, где никто из живых не бывал. Дед мой тоже летит к звездам в этом небесном ковчеге. Он пропал в ноябре, не отыщешь теперь его след. Только сорок второй в окоровавленном девственном снеге Сохранит навсегда неизвестные могилы секрет. Пусть хранит-то земля всех пропавших без вести героев. Пусть тоскою снега над могилами будут кружить. Нам дано осознать высоту их небесных покоев, Чтоб почувствовать в наших корней неразрывную нить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok